Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня. Прочитаю из книги пророка Еремии, 33 глава, 3 стих. Многие знают его наизусть. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь. Воззови ко мне, помолись мне. Вот Бог создал человека с такими способностями. Я так радуюсь, когда вижу, когда люди достигают чего-то великого. И даже когда первые космонавты наступили на Луну, так сказать, это было очень великое, так сказать, люди создали такие машины, которые смогли полететь на Луну, встать на нее ногой. Это было очень здорово. Бог дал им ум, дал разум, дал способность любить, дал способность общаться, дал способность творить музыку, дал способность писать прекрасные стихи. Но Он одно не дал человеку, чтобы он жил сам. Он сказал, что ты должен жить со мной во взаимосвязи. Без меня ты не будешь тем, чем со мной. Я могу тебя сделать другим человеком, новым человеком. И для этого нам нужна молитва. И как Еремия говорит, помолись мне, я тебе покажу недоступное, открою. Самое главное, мы сможем с благодарностью жить, видеть, как Бог чудо сотворил, радоваться мелочам и быть, так сказать, с Ним в общении. Вот интересно тоже, как описывается к евреям, так сказать, вот когда мы к Богу приходим, как мы к Нему приходим? И к евреям, 4 глава, 15-16 стих написано. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем был, кроме греха. Посему-то приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Мы приходим к первосвященнику, к Иисусу Христу, Он наш первосвященник. И вот Он сам жил на земле, Он сам имел испытания, тот же дьявол к Нему приходил и искушал Его, но Он не совершил греха. Он нас понимает во всех наших делах, во всем, что мы так делаем. Мы к Нему обращаемся, и поэтому, Он говорит, с дерзновением приходим к Нему, к трону благодати. И там, видим, мы получаем от Него ту помощь. И вот именно с дерзновением или с доверием, с таким, что я знаю, я получу. Если я к кому-то прихожу занять деньги, я никогда не пойду к человеку, который я знаю, он не даст. Я пойду к тому, где я верю, он даст мне денег. Поэтому я прихожу совсем с такой просьбой, у меня как бы, ну, просьба и все же дерзновение, я знаю, что я получу здесь. И от Бога мы, когда приходим, мы получаем, потому что Иисус Христос пришел из любви к людям, чтобы спасти людей, чтобы помогать, спасать их от грехов и дать им вечную жизнь. Очень важно. Я прочитаю еще от Матфея, 7 глава, 9 по 11 стих. «Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». Смотрите, как убеждает нас Иисус, что Он даст нам, что Он поможет, Он сравнивает нас. Вот мы отцы, и мы обязательно, если сын попросит хлеба, ну, как же я ему камень дам? Конечно, дам хлеба, тем более, если у меня есть. Даже если бы не было, мы разделили бы кусочек последний напополам. Не потому, что ты добрый, или еще это твой сын, и ты поможешь, попросит рыбу, и ты не дашь ему змею или скорпиона. Нет. Но Он говорит, если вы, люди вот несовершенные, может, грешные, но даете вот так своим детям помощь, то ведь я, Бог, дам вам. Приходите ко мне, просите у меня. Я думаю, это так важно, чтобы мы помнили, с кем мы имеем дело. Мы обращаемся к самому Иисусу, и Он нам помогает. Он наш первосвященник. Вот посмотрим, что написано еще в послании Иакова 5, 16, 18. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илья был человек, подобный нам. И молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Кто молился? Илья. Какой был Илья? Он был такой же, как и мы, подобный нам. Да, Илья был замечательный человек, то, что мы читаем о нем. Бог ему столько много открыл. Он взял его даже на небо живьем, он на коляске попал в небо. Он просто преобразился из земного в небесное. Это великое чудо. И он, конечно, много сделал от того, что Бог ему говорил. Он не боялся свою жизнь. Он шел, он так сказать. Но у него были тоже тяжелые ситуации, когда он был в большой печали. Говорил, Господи, я не хочу больше жить. Возьми меня к себе. Он был человек, как мы. И вот он помолился, помолился невозможным. Помолился, чтобы вот с неба закрылось, и не было дождя три с половиной года. И потом помолился, и опять было. Нам надо признаваться друг перед другом в своих проступках. И говорить, я проступился, прости мне, если мы сделали. Это нам, так сказать, условия, чтобы Бог нас слышал. Мне интересно, мой сын как-то молился за машину. Он самый инженер по образованию. Машина не идет. И он явно видел, что ничего не сделаешь, ехать надо. Он молился, Господи, Господи, помоги, чтобы машина поехала. Ты и инженер, ты и механик, ты все можешь сделать. И он действительно потом после молитвы подошел к машине и смог завести ее и поехать. Потому что Бог творит великие чудеса. Он может затворить небо, может открыть небо. Но самое главное, он прощает нас. Он делает нас в нем, так сказать, его детьми. Так что мы с ним общаемся очень близко. Мы любим его, он любит нас. Мы знаем в вечности, мы будем с ним. Это так здорово. Но все начинается с молитвы. Воззови ко мне, и я тебе покажу вещи, которых ты даже не знал, не понимал и не представляешь. Пусть вас Бог благословит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!